Псалом 22 4 стих я прочитаю Интересно, Давид изливает свое сердце перед Богом И Давид говорит Богу Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла Давид готовит свое сердце к тому, что однажды он будет проходить эту долину смертной тени Он готовит себя и он говорит, если я пойду Он не говорит, что если мы пойдем Он не говорит о том, что мы с кем-то пойдем Мы пойдем с друзьями в долину смертной тени Но он говорит, я пойду Другими словами, каждому из нас придется пройти И кому кто-то уже проходит эту долину смертной тени, один И он говорит, если я пойду Если я войду в эту долину смертной тени Что такое смерть? Смерть Богом вообще Она не подразумевалась И смерть вообще не планировалась Богом в жизни людей Но смерть пришла в жизнь человеков Написано Римлянам 6.23 Возмездие за грех смерть А дар Божий Жизнь вечная Аминь, дар Божий Как сегодня Анатолий Иванович сказал хорошо, что Когда мы сходим в пустыню Каждый из нас по-разному реагирует на пустыню Кто-то в этой пустыне начинает видеть чудеса Божии А кто-то начинает опускать руки Кто-то начинает ослабевать Уставать, унывать И вот Давид говорит Что каждому из нас придется войти в эту долину одиночества Знаете, сегодня множество людей Когда разговариваешь с людьми Некоторые говорят Вот я переболел коронавирусом И я чувствую, что я одинок Я потерял вкус жизни Я потерял желание жить Я потерял И я чувствую, что я одинок Это изоляция И сами процессы, которые происходят внутри моего тела Они не зависят от меня Но я чувствую такое ощущение Такое переживание Что я никому не нужен Что и мне особо никто не нужен Я думаю, это состояние такого одиночества и депрессии Которое приходит в жизнь человека В жизнь каждого человека Независимо Болел он чем-то, не болел он чем-то Есть тот, кто пытается сделать тебя одиноким Есть тот, кто пытается отделить тебя от Царства Божьего Есть тот, кто пытается отделить тебя от планов Божьих И у него есть план Писание говорит Украсть Убить И погубить И Давид понимает, что Живя на этой земле Он будет проходить эти долины смертной тени Он понимает, что Однажды в своей жизни Может быть не однажды Может быть у меня не одна долина Может быть у меня много этих долин будет И часто я буду проходить через эти ситуации Но он говорит, что Когда я буду входить в эту долину вновь и вновь И не один раз может быть в своей жизни Долину одиночества, долину депрессии Когда начинает посещать тебя уныние Усталость какая-то Он говорит, я не убоюсь зла Я не убоюсь того, что придет в мою жизнь Почему? Потому что ты со мной Потому что ты со мной Как важно тебе и мне понимать Что Бог с тобой И Он хочет проходить это одиночество вместе с тобой Он хочет проходить эту депрессию Это уныние Эту оставленность вместе с тобой Все, что тебе и мне надо Понять принципы Царства Божьего Знаете, когда я учился Так же в библейской школе Как сегодня Анатолий Иванович Напоминал об этом, говорил Я тоже вспоминаю Я в своей жизни был такой человек Который боялся одиночества Я боялся, что я буду оставаться Один на один с какими-то обстоятельствами Что мне придется где-то Одному общаться с людьми Которых я не знаю Я все время брал с собой брата Если я шел куда-то на рынок То я боялся идти один на рынок Потому что я знаю, что если я буду один там То меня обманут Потому что это не раз было Приходишь туда Стоит человек, который тебя зовет Давай подходи, что тебе нужно Ну мне джинсы нужны Давай заходи, как раз на тебя есть И ты меряешь И в зеркало смотришь Ну вроде что-то не то Ну великоватый Здесь висит, там висит И он говорит Вот как раз твое Я говорю, так это нет А есть другой размер? Других нету Нигде не найдешь Только здесь Самые лучшие размеры Вот на тебя Вот это твой фасон А какая цена? Такая У меня денег-то столько Ну вот только-только Я не думал, что столько придется отдавать И ты даже не торгуешься Ты даже, ну, боишься лишний раз Вот что-то сказать человеку Потому что ты внутри одинок Ты думаешь, что с тобой рядом никого Что тебя никто не может поддержать И ты такой вот перед обстоятельствами Весь потерянный И ты покупаешь это Ну как бы стыдно Немножко становится уходить от человека Вроде столько мерился Он столько времени провел с тобой И ты уходишь с этой вещью Отдав все деньги Приходишь домой Я прихожу домой Брат говорит Ты где это купил? Когда я ему показываю Он говорит Ну на рынке Так оно тебе велико Да нет, вроде нормально Подпояшусь, припояшусь Тут загнул, там подогнул Так иди, меняй Я думаю Я один Пойду опять менять И у меня сразу картина в голове Ну А что он скажет? А я ему что скажу? Не, не пойду Лучше так буду ходить Почему это происходит? Потому что внутри одиночество Потому что ты внутри одинок И когда Я учился, познавал Слово Божие Бог говорил в моем сердце Я с тобой Ты не одинок Если ты пойдешь Долиной смертной тени Если ты пойдешь В какие-то обстоятельства В своей жизни Я с тобой Я тебе буду помогать Я тебе буду советовать Я тебе буду давать смелость Я буду вдохновлять тебя Я буду ободрять тебя Я буду наполнять тебя Своим присутствием И я думаю Ну классно Это хорошо Слушать Слово Божие Но на практике Как это Я практиковал Вот это в церкви Я сижу в церкви на служении После служения То есть И смотрю на людей И я боюсь кому-то подойти Я боюсь с кем-то заговорить Потому что А что он скажет? Что ты подошел ко мне? Зачем ты со мной разговариваешь? Ты кто такой? Как тебя зовут? Я начинал практиковать Я думал Мне надо работать над собой Мне надо разрушать Позволить Богу Разрушить вот это одиночество Внутри меня Ту стену Вот этот барьер Который дьявол поставил В моей жизни Я начинал Я начинал Я начинал через себя Переступать Через свои какие-то страхи Я начинал подходить И говорить Здравствуйте Будьте благословенны Как дела? Как живете? Помолиться может за вас? Помочь чем-то вам А внутри меня страхи Внутри меня Вот это одиночество И оно говорит тебе Зачем ты это делаешь? Я брал себя Вот знаете Как этот Проброс Мюнхгаузен Он берет себя за голову И достает из этого болота Я вот брал себя вот так Иди общайся с людьми Иди разговаривай с людьми Внутри все Не надо Зачем? Что ты будешь говорить? Какие слова ты будешь говорить? Я Господь Пастырь мой Бог со мной И Он желает Чтобы я был общительным Чтобы вот это одиночество Внутри меня Оно было разрушено Иди Говори Иди Молись Делай шаги Делай то Что говорит Слово Божье Писание говорит Что и когда мы Собираемся вместе Чтобы мы Приносили жертву Общительности Потому что Такие жертвы Угодны Богу И если мы Имеем общение Друг с другом То кровь Божия Омывает нас Очищает нас От всякого Греха Аминь Когда мы Имеем общение Ты думаешь Ну Причем здесь Общение И кровь Иисуса Христа Причем здесь Это Знаете Интересно Когда мы С вами В то воскресенье Принимали Причастие Да Каждый из нас Брал хлеб Каждый из нас Брал чашу И мы Это Принимали Внутрь себя Вот когда мы Держим хлеб Этот Приломленный Разломленный В своей руке Мы делаем себя Причастными К телу Божьему Вы знаете Мышление человека Такое Если я Отдаю То я Теряю Да То есть Наше мышление Такое Если я отдал Значит я потерял А в Царстве Божьем наоборот Если ты отдал Значит ты Приобрел Мы ложим Десятины Да Вот корзину Сейчас сложили Потерял Нету Все А Бог Говорит Нет Ты приобрел Только что Ты приобрел А что я Приобрел Что я имею Где Покажите Дайте пощупать Что я приобрел Где оно Я отдал А Бог Говорит Нет Ты приобрел Ты Тем самым Тем что Отдал Сделал себя Причастным Царству Божьему Ты Сделал себя Причастным К делу Божьему То есть Теперь Вот эти Корзины ушли Их нету Теперь Это все Пойдет На дело Божье На служение Кормление Бездомных Посещение Детских Домов Приютов Миссионеры Высылаются Тем самым Твое Участие Ты стал Причастным К расширению Царства Божьего И Писание Говорит Если ты Потеряешь Там Если ты Оставишь Своих Родных Отца Мать Братьев Сестер Оставишь Ради Меня То ты Приобретешь Больше Аминь Посмотри Вокруг Себя Вокруг тебя Сидят Братья Это твои Братья Вокруг тебя Сидят Сестры Это твои Сестры Вокруг тебя Сидят Матеря И отцы Это твои Матеря И отцы Дело лишь в том Что мы Где-то боимся С кем-то Пообщаться Это твой Брат Он Ближе К тебе Чем Родной По крови Он Рядом С тобой Сейчас Сидит Он Рядом С тобой Сейчас Находится Когда Иисус Отдавал Свою Жизнь На кресте Его Тело Было Ломимо Он Потерял Все Он Отдал Все Для чего Чтобы Приобрести Тебя И меня Тем Самым Отдавая Себя Идешь Ты на Домашнюю Группу Ты теряешь Время Да Казалось Бы Ты теряешь Время Своего дня Вторник Там У кого-то Среду Домашняя Группа Ты пошел На домашнюю Группу Ты после Работы Тебя Дома Ждут Тебе Дома Надо Есть Готовить Работа Дел Много Дома Как Всегда Ну У нас же Дома Много Дел И вот Ты Казалось Бы Теряешь Время Отдаешь Себя А когда Ты идешь В сечейки Ты наполнен Ты благословен Я получил Больше Чем Я отдал Мне Послужили За меня Помолились Меня Вдохновили Меня Бодрили Меня Накормили И плюс Еще Божье Присутствие Наполнило Мое Сердце Так Сильно Что Я иду Домой Не иду А я Лечу Аминь Иисус Отдал Свою Жизнь Своё Тело И тем Самым Казалось Бы Он потерял Все Идеал Смотрел На Него Ха Ты Один Ты Один На кресте Тебя Все Оставили Тебя Все Бросили Ты Одинок Ты Несчастен Ты Жалок Ты Побит Ты Избит И Прибит Ко Кресту И Оставлен Всеми Но Иисус В своем Отношении В своем Сердце Прости 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 Они Не Ведают Они Не Понимают Что Они Делают Тем Самым Они Умножают Царство Божье Бог Сказал Аврааму Выйди Из дома Родства Твоего И я Дам Тебе Потомства Больше Чем Звезд На небе Выйди Оставь Не бойся Того Что Ты Сейчас Остался Один Не Бойся Что Ты Оставил То Гнездо То Родное То Близкое То Что Тебе Важно То Что Тебе Ценно И он Написано Оставил Даже Не Зная Куда Он Пошел Писание Говорит Что Со Времен Иоанна Крестителя Царство Божье Усилием Берется И Давид Говорит Если Я пойду Долиной Смертной Тени Я Не Убую Зла Да Это Долина Одиночества Это Долина Отделения Когда Я Где Нету Людей Туда Никто Не Хочет Идти Никто Не Хочет Быть Один Никто Не Хочет Быть Находиться Проходить Вот Эти Обстоятельства Жизни Но мы Их Проходим Знаете Зачем Чтобы Учиться Доверять Богу Чтобы Учиться Доверять Ему Потому что Ты со Мно Ты со Мно Может быть Сегодня В своем Сердце Ты проходишь Вот это Одиночество Одиночество Это не Физическое Состояние Одиночество Это внутреннее Состояние Можно иметь Семью Можно быть С родными С близкими С друзьями Но внутри Переживать Это Одиночество Интересно Что Второе Тимофею Третья Глава Второе Тимофею Третья Глава С первого Стиха Я не буду Читать всю Главу Но вы Дома Все Прочитайте Хорошо Знаешь Что Последние Дни Наступят Времена Тяжкие Ибо Люди Будут Самолюбивы Сребролюбивы Горды Надменны Злоречивы Родителям Непокорны Неблагодарны Нечестивы Недружелюбны Непримирительны Клеветники Невоздержанные Жестокие Нелюбящие Добра Предатели Наглые Напыщенные Более Сластолюбивы Нежели Боголюбивы И так далее Здесь написано И 10 стих А ты Последовал Мне В учении Житии Расположении Вере Великодушии Любви Терпений В гонениях Страданиях Постигших Меня В антиохиях Иконии Листрах Каковы Гонения Я перенес Я И от всех Избавил Меня Господь Да и все Желающие Жить благочестиво Во Христе Будут гонимы И 14 стих Да будет Совершен Божий Божий Человек Ко всякому Доброму Делу Приготовлен Интересно Что здесь Апостол Павел Говорит О временах Которые Последние Наши времена В которые мы С вами живем Сегодня Что люди Будут злые Нелюбящие Добра Другими словами Он говорит Что вы будете Проходить Вот это Одиночество И будут приходить Духи обольщения Которые пытаются Остановить тебя От этого Единства И сопричастности К церкви Сегодня люди Говорят Ну Я Я дома Я в интернете У меня есть Библия У меня есть интернет У меня есть проповедники Которые мне нравятся И приходят Такие духи Обольщения Которые Останавливают В том Чтобы Ты Перестал Быть сопричастным К телу Божьему Знаете Люди Есть такое Движение Нью Эйдж И как бы Люди говорят Я со всеми Ну я вот везде Я вот Вселенская церковь Я со всеми Все со мной Мы одно Мы едино И вот это движение Они как бы Говорят Что вот Но Бог один И все Идут к Богу Просто Эти с этой стороны Пирамиды И поднимаются К Богу Эти с этой стороны Пирамиды Эти с этой Я вот со всеми Главное К Богу И знаете И люди говорят Я такой Свободный Я свободный В вере Надо быть свободным Надо быть открытым Для всего И такие знаете Как фрилансеры Да Есть такое выражение Свободный Он свободен Во всем Но Именно Слово Божье Говорит о том А ты Пребывай В чем Научен Будь сопричастным К церкви И когда я Отдаю себя Я иду На ячейку Несмотря на то Что мне Внутри Я чувствую себя Таким Одиноким Оставленным Но я иду Я Прилагаю усилия Потому что Я знаю Именно это Делает меня Сопричастным Единым С церковью Я Послушен Пастору Потому что Именно это Делает меня Сопричастным К церкви Я знаю Что он молится Ходатайствует За меня Он переживает За меня Я знаю Что он не хочет Чтобы я был Одинок Он Я знаю Что он не хочет Чтобы я жил И ходил В этой депрессии Но вопрос В том Что эта долина Не закончится В твоей и моей жизни До тех пор Пока мы не сделаем Себя Сопричастным К Богу К его церкви Написано Потому что Ты Со мной Как понять Что Бог Со мной Когда мы С вами Открываем Ефесянам Пятую главу 22 стих С 22 стиха Там интересно Говорится О женах Мужьях И о церкви О Христе И церкви Там говорится Так любите Мужья своих жен Как Христос Возлюбил церковь Мужья Жены Церковь Христос Мужья Жены Церковь Христос И он Как бы Апостол Павел Он говорит Об этих вещах Он говорит Об этих моментах О сопричастности Сопричастности Если Ты Хочешь Чтобы Бог Наполнял Твое сердце Что ты с Христом То Как Христос Возлюбил церковь Ты должен Оказаться Быть В церкви В видении церкви В служении церкви Быть Сопричастником И когда мы Жертвуем Мы делаем себя Сопричастными Когда мы Идем на домашнюю группу Мы делаем себя Сопричастными Когда мы Делаем то Что Бог Ожидает От нас То мы Становимся Сопричастниками Его естества И Одиночество Уходит Из твоей жизни Я помню Когда первый раз Мне сказали Надо вести Домашнюю группу Все Начинайте с братом Вести домашнюю группу У рынка У центрального И там семья Нина Ивановна Латаш Ее муж Раньше вел Ячейку Мы Поехали Первый раз Вести ячейку Внутри меня Страх Как обычно Я еду Я брату говорю Слушай Мы едем в автобусе А у меня внутри Ну и что мы там Будем делать Там Ну Еще сказали Что все В почтенном возрасте И в церкви Уже давно А я только Библию начал читать В библейской школе Я ее даже Не всю прочитал Вот люди веры Отправляют Вести ячейку Тех Кто еще Библию Не начал Не закончил Читать Я еду Думаю И что я буду им Говорить И что Я Я только К брату говорю Слушай А тебе Вот Сказали Кодовый пароль От Этого От подъезда Он такой Нет Я такой Вот видишь Все поехали домой Мне тоже никто не сказал Как мы в подъезд Попадем Он такой Да как Как Ну кто-нибудь пойдет Там Постучим Еще что-то там Сделаем Я такой Да нет Это не культурно Неприлично Надо Поехали домой Все Приедем Скажем А что вы нам не дали Код Он такой Не-не Поехали Я такой Еду Внутри Вот это Страх Одиночество Такое Знаете Вот когда человек Внутри переживает Одиночество Он всего боится Даже Находясь с братом Родным уже И вот Мы подходим К подъезду Закрыто Я такой Вот видишь Закрыто Все пошли домой Он такой Да нет Сейчас это Подождем Стоим Три минуты ждем Пять минут ждем Никто не идет Я говорю Ну вот видишь Да наверное Нас не ждут Наверное Даже не сказали Что мы придем Они наверное Ячейки-то не собрались Он такой Да как Должны были собраться Я такой Ну пошли Окна посмотрим С той стороны Там пятый этаж Заходим С той стороны Я говорю Вот видишь Не горят Он такой Как А вот это что Я такой Да-ка Стояние их окна Я такой Не-не Давай идем Подходим Опять к подъезду Слышим шаги Тун-тун Я такой Надо же было Кому-то пойти В это время Иду Все трясется Все Поднимаемся Такие Наверх И я такой И у меня сердце Ту-ту-ту-ту-ту-ту Все сильнее И сильнее И страх Все больше И неохота Все больше И подходим Уже Я такой Там никого нет Давай послушаем Она такая Ну давай Послушай Я такой Ставил Тишина Слушай Тихо Никого наверное Все Пошли домой Она такая Не-не Вот звонок Сейчас позвоним Ну ладно Звоню Он такой Дотянется рукой Стой Он такой Что Давай кровь Иисуса Призовем Ну давай Призовем Господь Я призываю Кровь Иисуса И давай Там молюсь Он такой Ну хорош уже Молодец Ты молишься Все пора Нажимает Нажимает на звонок Я такой Вот слышь Никого Все пошли Слышу шаги Я такой Ну Ячейка Наверное Не собралась Бабушка Одна Наверное Дома Скажет Ну что Вы пришли Не-не Ждем Открывает О здравствуйте Мы вас давно Ждем уже Я такой Загляд А кто мы И коридор Такой длинный Там светлой Все сидят За столом Боже мой Я захожу Здравствуйте И полная комната людей И они нас ждут Я смотрю Все уже старше В возрасте Посмотрел на полку Стоит полка И на ней Столько книг И видеокассет И проповедей И Чего только там нету И Джойс Майер И Кеннет Коплинт И все там Кто вот Кого раньше Все смотрели Все там Все выпуски И я еще только Библию только вот Ну Не до конца Прочитал И я думаю И че И мы посидели Пообщались Познакомились И я поделился тем Что было у меня на сердце Тем словом И они так Потом в конце ячейки Это было так замечательно Это было так здорово Спасибо что вы пришли Спасибо что вы сейчас с нами Мы так рады Мы так благословены И я такой Я вышел такой наполненный На крыльях Только спустя время уже Я начал понимать Что эти люди просто несли нас на руках С нашим тем словом С нашим Как мы проповедуем Как мы говорим Через каждое слово Там Слова паразиты Да бывают еще Не все там вышли Ну это Это самое Ну как там Вот это вот Ну вот Ну как там Это вот Ну поэтому вот так И вот Они нас несли Они Позволяли Духу Божьему Наполнять нас И вдохновлять нас И они понимали Что пришли ребята Которые Ну вот Надо им послужить Я думал Что я им служу А на самом деле Они мне служили Они заботились Обо мне Чтобы Мы выросли Служителями Чтобы мы достигали Того Что Бог Ожидает от нас Они видели в нас Потенциал Но тот потенциал Который был И То кем мы еще были Оно не соответствует И порой мы видим Друг друга Кто-то неречистый Не умеет говорить Как Моисей Богу говорил А Бог говорит Я с тобой Кто дал тебе уста Откуда они у тебя взялись Откуда у тебя Это взялось Откуда у тебя то Кто тебя вообще родил Кто тебя создал В утробе матери Ты сам Родители тебя создали Сотворили Сами работали Над твоим телом Нет Я тебя соткал Я тебе дал уста Я тебе дал церковь Я тебе дал все Что тебе необходимо И это именно то Что будет изменять тебя Это будет именно то Что будет помогать тебе Это то Что будет исцелять тебя Церковь Позволь сделать себя Сопричастным К делу Божьему Позволь Сделать себя Тем Кем хочет видеть тебя Господь Делайте шаги Работай над собой Неохота Но я знаю Тяжело Но я знаю Бог со мной Неохота входить В эту долину Проходить через эти трудности Я знаю Бог со мной Твой жезл Твой посох Они успокаивают Меня Твое присутствие Со мной Я не одинок Я не оставлен И то что сейчас Я чувствую То через что Я прохожу Оно не соответствует Истине Потому что Истина говорит о том Что ты не убоишься зла Что я буду работать С тобой Я буду учить тебя Проходи через это Не убегай Не избегай Я пытался избежать Я пытался убежать От домашней ячейки Я брату Слушай Ну уходим Ну у нас же есть причины Мы же можем прийти И сказать Не тот кодовый замок Нас не ждали Мы не попали Мы не смогли А говорит Нет Идем 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 Переступаем Через то что я чувствую В то во что я верю Через то что я чувствую То во что я верю А я верю Бог со мной А я верю Бог все устроит А я верю Бог больше того Чего я боюсь Знаете Мы Почему приходит Одиночество Потому что мы порой Чувствуем себя Несовершенными Перед теми Вопросами жизни Задачами Которые стоят Перед нами Мы чувствуем себя Несовершенными И мы думаем Что нас Можно Кем-то Заменить Бог Никогда Тебя Никем Не будет Менять Некоторые Говорят Святое место Пустое не бывает А я вам скажу Бывает Когда Бог Сотворил Адама И Адам С Евой Согрешили Бог не поменял Этих людей Несовершенных Он не сказал Все Адам не нужен Он несовершенный Он не исполнил Мою волю Он мне не нужен Я теперь Произведу То же самое Что я сделал Я возьму Сейчас землю Я возьму Сейчас эту глину И сделаю Другого Потому что Этот Меня подвел И именно Эта тактика Дьявола Вести тебя В одиночество И в депрессию Тебя не получается Ты не умеешь Посмотри на себя Ты даже не можешь Того Или того Поэтому Бог тебя хочет Поменять На другого Но Бог Не поменял Адама Он продолжал Его любить Да Адам был Изгнан Из адемского Сада Вы знаете Всегда Любовь Да Вот В любви Любовь Это такое Состояние Такое Ну Даже не Состояние А Такой момент В жизни Человека Оно не Предполагает Только чувства Любовь Предполагает Источник Любовь Предполагает Источник Бог Не Заменил Адама А Бог Начал Работать С Адамом Любовь Божия Не перестала К нему Просто Проводник Бог Есть Источник Но проводник Оказался Засоренным И он Не смог Принимать Божью Любовь Больше Он Начал Говорить Это ты Мне дал Эту жену Это ты Мне дал Ее Поэтому Вот это Произошло В моей жизни Он стал Обвинять Бога Он не Смог Принимать Его Любовь И это Сделало Его Одиноким Когда Мы Перестаем Принимать Божью Любовь В свою Жизнь То Вопрос Не в том Что Любовь К нам Перестала Божья Вопрос В том Что Мы Перестали Переживать Его Любовь Внутри Себя Бог Не хочет Заменить Тебя Он Любит Тебя Бог Смотрите Бог Взял Адама И Достал Из него Ребро И Сделал Из этого Ребра Тоже ДНК Тоже Что И В Адаме Сделал Все То Что Было И В Адаме Но Бог Усилил Адама Евой Он Усилил Его Чтобы Он Был Более Сильным Чтобы Был Тот Кто Поможет Ему Измениться Научиться Стать Более Сильным Более Благословенным Бог Не хочет Тебя Заменить Бог Хочет Тебя Усилить И Ты Усиляешься Именно Тогда Когда Ты Отдаешь Когда Адам Отдал Своё Ребро То Тем Самым Отдавая Часть Себя Он Приобрел Намного Больше Чем Отдал Он Приобрел Жену И Жена Стала Рожать Ему Детей И Он Тем Самым Стал Приобретать И Большой Обман Дьявола В том Когда Он Говорит Ты Один Тебе Не Нужна Жена Тебе Не Нужен Бог Тебе Не Нужна Церковь Тебе Не Нужно Это Ты Сам Можешь Тем Самым Он Отрезает Тебя От Благодати Божьей Тем Сам Он Отрезает Тебя Чтобы Вывести Тебя Туда Где Ты Погибнешь Но Бог Не Хочет Тебя Заменить И Оставить Где-то Бог Хочет Усилить Тебя Бог Хочет Сделать Тебя Сильнее И Сильнее Я Становлюсь Тогда Когда Я Отдаю Когда Я Отдаю Своё Время Когда Молюсь За Людей Когда Я Отдаю Свою Жизнь Быть На Ячейке Своё Время Своё Когда Я Отдаю Свои Финансы Бог Делает Тебя Сильнее Я Запрещу Пожирающему Я Сделаю Тебя Сильным В сфере Финансов Я Сделаю Тебя Сильным В сфере Отношений Я Сделаю Тебя Сильным Что Пройдя Через Эти Долины Эти Пустыни Своей Жизни Ты В Силе И Когда Иисус Вошёл В пустыню И Приходил К Нему Он Исцелял Потому Что Пройдя Через Эта Пустыня Сделала Его Сильнее Отдавая 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 Свою Жизнь Отдавая Своё Тело На то Что Я Не ем Я Вроде Бы Казалось Умираю На самом деле Ты Становишься Сильнее И Бог Хочет Чтобы Ты Стал Сильнее Проходя Через Одиночество Депрессию Доверя Ему Бог Хочет Усилить Тебя Бог Хочет Сделать Тебя Более Сильным Поэтому Я Вдохновляю Тебя И Себя Церковь Давайте Начнем Делать То К чему Бог Нас Призвал Давайте Продолжать Делать Это Давайте Любить Видение Церкви Потому Что Видение Церкви Это Не Просто Человеческое Это Воля Божия В твою И мою Жизнь Быть На Домашних Ячейках Это Воля Божия Бог Создал Домашние Ячейки Чтобы Усилить Тебя Чтобы Ты Был Силен И Благословен Служения Среди Недели Они Даны Для Того Чтобы Ты Смог Пройти То Чего Ты Не Можешь Пройти Но Дьявол Говорит Зачем У тебя Столько Делал Зачем Тебе Это Зачем Ты Можешь Включить Интернет Ты Можешь Сделать Это Ты Можешь Быть Один И Благословенным Но На самом Деле Это Обман Бог Говорит Отдавай И тогда Я буду Усиливать Тебя Я буду Делать Тебя Сильным Я буду Делать Тебя Благословенным Аминь Я хочу Чтобы Мы Молились С вами Сегодня Может Ты Проходишь Вот Эту Долину Одиночества Ты Проходишь Вот Эту Депрессию Ты Проходишь Уныние Какое-то Твои руки Ослабевают И чем больше Ты находишься Один Тем больше Ты начинаешь Переживать Своё Бессилие Ты уже Не чувствуешь Так Присутствие Божие Ты уже Не чувствуешь Такого Желания Быть Доме Божьем Ты уже Не чувствуешь Такого Желания Что-то Делать Для Бога Ты Потерял Вкус Жизни Но Бог Ожидает Сегодня Вернись К тому С Чего Ты Начал Вспомни О том Что Я начал Делать Однажды В Твоей Жизни Начни Быть Активным В Доме Божьем Господь А что Я могу Сделать Для Тебя А в какое Служение Я могу Встать А где Я Господь Боже Буду Благословен И нужен Тебе Господь Проговори Проговори Господь И даже Если Вдруг Я не Услышу Я хочу Начать Делать То Что Может Моя Рука Мне нравится Как Однажды У нас Был Брат Который Отвечал За Группу Порядка Он Мог Так Просто Подойти На Служение Брат Что Что Делаешь Я В церковь На Служение Пришел А Можешь Помочь Можешь В раздевалку Встать Ну Я Там Никогда Не Был А что Там Надо Делать Ну Послужи Хорошо Идешь Встаешь Руки Трясутся Ноги Трясутся А в это Время Бог Работает Сердцем Мы Иногда Позволяем Вот этим Страхом Вот этому Одиночеству Оказывается Ленина Нас Но Надо Порой Просто Взять Себя А я Буду Делать То Чего Я Боюсь Потому Что Бог Со Мной Я Пойду В эту Долину Смертной Тени Я Не Обойду Ее Я Не Пережду Как Какое То Время Я Буду Входить Я Буду Проходить Потому Что Ты Со Мною И Здесь Начинают Открываться Источники Начинает Открываться Сила Божия Начинает Открываться То Чего Ты Прежде Не Видел Аминь Давайте Поднимемся Наши Ноги Я Хочу Чтоб Мы Помолились Помолились О том Может Быть Сегодня Ты Проходишь Эти Долины Может Быть Ты Сегодня Сталкиваешься С С Этим Одиночеством С Этой Депрессией С Этим Унынием Казалось бы Как будто бы Кто-то Оставил Тебя Но на самом Деле Это происходит По той Причине Я Перестал Отдавать Свою Жизнь Ему Чтобы Делать Себя Сопричастным С Ним Я Остановился Да Я ослабел Господь Я нуждаюсь Сегодня В Твоем Присутствии Я Нуждаюсь Господь В том Чтобы Ты Вел И поправлял Меня Отец Небесный Мы Поклоняемся Тебе Дух Святой Спасибо Тебе За то Что Ты Здесь На этом Месте Я Благодарю Тебя За то Что Ты Сегодня Касаешься Тех Кто Ожидает От Тебя Кто Нуждается В исцелении Кто Нуждается В восстановлении Кто Сегодня Нуждается Чтобы Ты Прикоснулся Я Иду Против Всякого Одиночества Уныния Депрессии Именем Иисуса Христа Я Не Спровергаю Все Замыслы Дьявола Я Освобождаю Силу Божью В каждую Жизнь В каждый Дух Во имя Иисуса Да Придет Сила Помазания Жить Для Тебя Быть Благословенным Во всем Во имя Иисуса Христа Господь Я Омлюсь За тех Кто Сегодня Принимает Решение Служить Тебе Идти За Тобою Отделять Своё Время Для Тебя Посвящать Свою Жизнь Тебе Дух Святой Прикасайся Дух Святой Выводи Из этих Долин Кто Задержался Задержался В этой Долине Кто Уже Долгое Время Господь Боже Находится В этой Долине Ожидая Ответ От Тебя Господь Возьми Его За руку И покажи Своё Чудо Силу Свою Исцеление Твое Допридет Восстановление Твое Допридет Там Где Дух Господень Там Свобода Сякого Страха Там Где Дух Господень Там Свобода Сякого Уныния Да Придет Радость Радость Того Что Наши имена В книге Жизни Радость Твоего Присутствия Радость Общения С Тобой Радость Поклоняться Тебе В Духе Истине Да Придет Вкус Жизни Да Придет Господь Радость Господь Служение Тебе Радость Общения С братьями И сестрами Радость Быть В Доме Твоем Дух Святой Прикасайся Дух Святой Исцеляй Дух Святой Созидай Мы Любим Тебя Мы Ожидаем От Тебя Спасибо Тебе За то Что Ты Здесь Чтобы Говорить К нам Чтобы Исцелять Нас Чтобы Созидать Нас Чтобы Делать Нас Сильными И Благословенными Господь За все Тебя Благодарим За все Тебя Славим Во имя Отца Сына Святого Духа Весь Народ Божий Скажет Аминь Я хочу Обратиться К тем Это Сегодня Возможно Впервые На этом месте Библия Говорит О том Что Всякий Кто Призовет Имя Господне Спасется Всякий Кто Посвятит Свою Жизнь Ему Он Получит Больше Чем Он Ожидает Его Имя Будет Книги Жизни Его Грехи Будут Прощены Все Что Нужно Сделать Этот Шаг Вера Если Ты Такой Человек Ты Хотим Помолиться Вместе С тобой Чтобы Господь Простил Твои Грехи И Пришел В Твое Сердце Есть Такой Человек Все Спасены Всех Имена В Книге Жизни Слава Богу Иисус Господь Аминь Присядьте На Короткое Время Есть Важное Объявление Сегодня После Служения Вы можете Подойти В 125 Кабинет Если Вам Нужна Молитва За Исселение То Слева От Вас 125 Кабинет И за Вас Помолятся И Многое Может Молитва Верующего Аминь Сегодня 18.00 Молодежное Служение Тема Нового Месяца Посвященные Проповедует Пастор Давид Грабовенко Мы Приглашаем Вас На Молодежное Служение Мы Ожидаем От Бога Также Курсы Дары Святого Духа Начинаются 11.00 Февраля Занятия Состоятся И будут Проходить По Пятницам С 19.00 До 21.00 В основном Зале Соблюдением Всех Рекомендаций Роспотребнадзора Регистрация Обязательно Приглашаем Вас На Курсы Духа Святого 12.00 Февраля Это Суббота В 11.00 Состоится Женский Молитвенный Завтрак На Тему Место Где Обитает Бог Богослужение Пройдет Также Со Всеми Рекомендациями Роспотребнадзора Регистрация Обязательно И Обязательно Дорогие Сестры Зарегистрируйтесь 12.00 Февраля Суббота 11.00 Женский Молитвенный Завтрак Берите Своих Детей Приходите Сами Это Будет Особенное Время Но Важно Чтобы Вы Зарегистрировались Чтобы Мы Могли Спланировать Все И Приготовить Все Необходимое Для Того Чтобы Завтрак Благословенным Также 12.00 13.00 Февраля Круг Друзей Планирует Прогулку На Лошадях Регистрация Обязательно 23.00 Февраля Это Будет Суббота В 11.00 Пройдет Мужской Молитвенный Завтрак Также Регистрация Обязательно 23.00 Февраля Братья Мы Приглашаем Вас КДЦ Мотовилика Требуется Разнорабочий Кафе Град Требуется Повар Повар Кондитер Продавец По всем Перечисленным Мероприятиям Можете Зарегистрироваться Узнать Всю подробную Информацию По телефону Горячей линии На этом все Объявления Давайте Поднимемся Закончим Молитвой Напоминаю Что каждый День 21.00 У нас Вечерний Эфир Вместе Семьей Присоединяйтесь И пусть Бог благословит Каждого Благодать Господа Нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Семьей